В Москве в павильонах ВДНХ стартовала выставка «Золотая осень». В этом году крупнейший агрофорум проходит в 20-й раз. В деловой программе десятки круглых столов, панельных сессий и презентаций. На 4 дня в Москву приехали аграрии со всей страны и за рубежа, чтобы выставить на показ свои достижения и наладить партнерские связи. География выставки широка, так же, как и ассортимент представленной продукции. Адыгейские сыры, камчатские крабы, крымские фрукты. Здесь же в павильонах ВДНХ аграрии презентуют современную технику и передовые препараты для защиты посевов. Накануне председатель правительства страны Дмитрий Медведев поставил приоритетные задачи. Необходимо развивать экспорт и наладить глубокую переработку продукции. Это продовольственная безопасность страны, это стабильно высокие урожаи, более 100 миллионов тонн зерна уже 5 лет подряд. Растущий экспорт нашей сельхозпродукции свою роль сыграла и поддержка государства. За 6 лет из федерального бюджета мы направили в аграрно-промышленный комплекс 1 триллион 200 миллиардов рублей. Благодаря господдержке в Чувашии растет количество фермеров, которые вводят в оборот залежные земли и реализуют инвестиционные проекты. Продукцию сельхозпредприятий региона поставляют и в другие страны. На сегодняшний день в Чувашской республике реализовывается 42 инвестиционных проекта. Есть среди них крупные, есть чуть поменьше. В целом общая сумма инвестиций только в этом году более 6 миллиардов рублей. Что касается инвестиций в животноводстве, единовременно сегодня строятся новые комплексы. Среди них очень современные инновационные комплексы. Даже в России нет некоторых из них, которые строятся по этим технологиям. Единовременно строятся комплексы на 7 тысяч стойловых мест. Строятся новые овощи, картофелехранилища, зернохранилища. Это тоже очень важно для того, чтобы мы могли сохранить и в нужный момент, в зимнее время, когда цена не с полю продать, когда цена становится выше, продавать с хранилища. Сегодня были подписаны и стратегические документы. Корпорация «Уралхим» будет поставлять в республику удобрения по льготной стоимости и беспосредников. У нас есть определенный опыт улучшения урожайности, используя наши передовые технологии, наши передовые удобрения. Поэтому мы хотим приехать вместе с лучшими хозяйствами, встретиться и предложить инновации. И если инновации будут распространены на этих лучших хозяйствах, они могут увеличить производительность, они могут увеличить эффективность производства. И вместе мы будем потом распространять на всей территории Чуваших. Соглашение о взаимодействии было подписано и 41-м железнодорожным заводом Москвы. Здесь планируют выпускать хмелесушильные комплексы. У нас такая концепция. Один комплекс, одна крыша. То есть под одной крышей собирается весь перерабатывающий комплекс, начиная от комбайна и заканчивая упаковкой конечной продукции. То есть прессованием и так далее. Во-вторых, преимущество такое, что используется еще и большая территория второго этажа для кондиционирования хмеля. На выставке «Золотая осень» аграрии борются за медали. Сразу 39 предприятий региона представили свою продукцию в более чем 70 номинациях. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Из Москвы.